друзья мои на и полнейшая подчанга идем с димой на рыбалку я вас приветствую подчанга полная сегодня ветрено показывает влажность 57 процентов ты сколько лет вот уже занимаешься и рыбалка вот всеми этими вещами вообще это твой хобби это тебе нравится это ты кайфуешь от этого или как у тебя во-первых кайфу вторых ты раньше занимался этим дома нет нет только здесь только на удочку дома на удочку но документы на дайвера получил еще в девяносто шестом году всегда мне почему-то тянуло под воду ну а здесь уже когда живешь на океане вариантов нет только нырять и нырять и нырять ну да когда все рядом вышел а вот вышли из дома идем нырять половить рыбку пожарить что-нибудь а вдруг сегодня повезет какое самое большое везение было насчет рыбы наверное первый скат скат на 11 кило потянул 11 да я его случайно обнаружил и обнаружил только его хвост и и потом вернулся думал что за страшилищ лежит оказался скат ну и пришлось с ним повоевать и все это здесь тоже да да был успешно скушенный ты сейчас ты сейчас собираешься на своем канале выкладывать ролики не только как готовишь вот у тебя же обычно как готовишь но еще и будешь выкладывать как ты ловишь эту рыбу я так понимаю или нет да хочу сделать целый плейлист отдельный раздел целый будет отдельный раздел о том кто живет под водой а поиски различных кладов кладов даже ну кладов монет золотых украшений ничего себе есть такая тема тоже есть или ты хочешь только начать она как бы есть но она не подводная она вся наземная а вообще какие-нибудь легенды что-нибудь такое присутствует что под водой есть какие-то клады или в этом роде или же это так ты чисто чисто по пиратскому по пиратскому маски пирата останавливались да 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 но только если их сокровища да могут быть да один раз ходили с кайлом с лопатами ага но тяжкий путь в маску а еще если копать в общем интереса не произвело а копали где в каком месте внизу или наверху посередине то есть в этих самых училиях в горах но там отдельно в сторону подымались пещерки заглядывали в общем ужас был одним словом а искали это место специально но какие-то у вас были ориентиры карты ничего не было просто так но там если так наугад копать тут придется копать неслабо два камня откинул и все ну да там не копать ты ничего да да но факт то что залезть тяжело какую там перчерку на высоте так друзья мы спускаемся к океану вот видите у нас свои тропы потому что обычно вождь ходит по тропам где жарится грили сегодня же мы идем по тропам где ловят рыбу уважаем диму в море смотрите как видите нож вот так вот друзья подготавливают легионеров на канарских островах я кстати на соседнем острове стоит четвертый четвертый полк французского легиона ничего себе а что они делают здесь а база у них туда и тренируются и службу несут отсюда а это на ла пальме нет на ланзароте да я и на ла пальме видел воинскую часть военный да 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 понял таким образом выглядит волынка сегодня смотрите какая сейчас дима положит вещи чтобы их не унесли если что и будет заходить уже в море в океан если точнее сегодня очень красивый такой день вот и как дима говорит сегодня хороший день в плане того что сегодня прилив дадим примерно на сколько по времени уйдешь как думаешь ты вот в этом районе будешь крутиться да получается как бы так вообще сама рыба на каком расстоянии лучше всего ее ловить под берегом то есть как бы не надо далеко уходить смотрите какая штука серьезная ласты тоже да ласты обязательно да вообще или нет желательно конечно ласты нужны удачи тебе дима да 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 интересные там дела с той стороны творятся смотри ее не застрелит вот таким образом все это происходит ну что банда пожелаем диме хорошего заплыва подготовился полностью снарядился ножики реже ки стрелялки и пошла тема смотрите вот таким образом все это и происходит пачанга что ты с этой рыбой делаешь просто буду делать с нее сушеную рыбку просто засаливается день-два там стоит холодильник обязательно под прессом с нее должен выйти вот потом сейчас на два и просто вымочить водички и нас и на сушку а сколько она сушится по время не казалось что они там целыми годами висят не-не-не-не если такая рыба то конечно ага да и маленькие они быстро сохнут тем более здесь у нас солнце да 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 канарское солнце да этим что будет это типа на жарку да или селедочка это вторая просто сейчас пожарим въеха во въеха вот так вот друзья видите здесь процессы происходят рыбу ловит дима ловит рыбу а вали полностью уже с ней управляется то есть вот это идет на засушку потом они будут сушиться и не знаю наверное дима потом с пивом ебут и да или как или пиво не пьет пиен пиво как-то и но не знаю не да не за то есть пиво пьет значит с пивасом пойдет Да. Вот так вот. А это уже чисто... Да, селедка и пожарница. А селедка, вот с ней что делают? Делаю рассол очень вкусный, ароматный, с разными специями. Туда опускаю кусочек уже нарезанной рыбы. Я стараюсь не меньше двух суток. И потом достаешь и с маслечком, с лучком очень вкусно. То есть вот эта классическая селедка, вот эта, да? Да, получается немножко другой вкус, потому что это не селедка. Здесь селедку не купишь. В русском магазине это будет страшно, дорого и не всегда вкусно. Почему в русском магазине так все дорого? Что они там делают? Не знаю, что это. Политика такая. Политика такая. Ну что, пока все, банда.